Сложные предложения состоят из двух или нескольких простых, то есть содержат две и более грамматические основы, представляя собой единое целое. Солнце спряталось и пошел дождь. Сложные предложения бывают союзные, части соединены с помощью союзов и бессоюзные, части соединяются без союзов. Простые предложения в составе сложного обычно разделены запятой. Дождь кончился, запятая, и выглянуло солнце. Дождь кончился, запятая, выглянуло солнце. Необходимо отличать сложные предложения от простых с однородными членами. Однородные члены предложения отвечают на один и тот же вопрос, и относятся к одному и тому же члену предложения. Мы танцевали, пели, водили хороводы. Однородные сказуемые. Мы танцевали и пели. Рассмотрим порядок синтаксического разбора сложного предложения. По цели высказывания различают повествовательные предложения, они содержат сообщения, вопросительные содержат вопрос, побудительные содержат приказ, призыв, просьбу. Например, злая мачеха сидела перед зеркальцем своим и беседовала с ним, Пушкин. Это повествовательное предложение. По эмоциональной окраске предложения могут быть восклицательные и невосклицательные. По наличии грамматической основы предложения бывают простые, одна основа, подлежащие исказуемые и сложные, две и более грамматические основы. Простое. Белый пар по лугам расстилался. Сложное. В зеркало залива сонный лес глядит, в чаще молчаливой темнота лежит. Части предложения соединяются союзом или союзным словом. Союзные предложения бывают сложносочинительными и сложноподчинительными. Части бессоюзного сложного предложения связаны по смыслу и интонационно. Приведем предложение. Дождь кончился, выглянуло солнце. Повествовательное, невосклицательное, сложное, бессоюзное. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова